Приветствую, дорогие друзья! Сегодня 12 марта 2024 года. И у меня хорошие новости для тех, конечно, в первую очередь, кто слушает мои передачи и благодарит Бога за новый день в жизни. Надеюсь, этот день подарит вам особо хорошие новости, которые я собираюсь озвучить. Итак, мне очень нужны менеджеры, да, люди, которые хотят стать богатыми и свободными от нищеты и проблем, которые эта проклятая нищета ведет за собой в огромном количестве. Итак, если ты хочешь стать богатым, друг, женщина, ты или мужчина, и уважаемым, конечно, человеком, чтобы не опускаться до продажи в это тяжелое время своей души и тела, а зарабатывать деньги в большом количестве, а потом путешествовать, а потом, ой, сколько потом интересного и важного происходит в жизни человека, который свободен. Свободен материально. Это одна из составных частей свободы, очень важной для любого человека. Я советую всем вам послушать интервью. Конечно, если это касается Украины, то в основном женщин, потому что война и мужчины должны защищать свою родину. Их вряд ли выпустят из страны, и, наверное, это правильно, потому что, если ты украинец, надо свою страну защищать от агрессии. Но я не о войне, я, как всегда, о мире, потому что он возможен, особенно в душе. Большинство людей, конечно же, хотят деньги. Деньги открывают большие возможности для человека, и других людей я просто не встречал. Деньги, слава, уважение. Да, это как бы то, что делает человека счастливым. Я все это пережил, в жизни мне идет 73-й год, но я в хорошей форме, уверяю вас. Вот только что проплыл 2 или 3 километра, не знаю. Но в хорошем темпе, и потому адреналин, полученный от мощной зарядки, дает мне возможность говорить и размышлять так, чтобы вас хоть как-то заинтересовать. Итак, одни из людей мечтают... Ну, люди делятся всегда на несколько категорий, их можно сделать 10, можно несколько, но я возьму всего 2. Итак, одни мечтатели на диванах. Сейчас, кстати, очень много на пиратских сайтах. Другие, к сожалению, и это незаконно, но смотрят в постсоветских странах, не хотят подписываться, но это их дело. Так вот, на этих сайтах полным-полно разных людей, которые выступают за то, чтобы, сидя на диване... Вот сейчас я смотрю интересные фильмы, я скоро буду рассказывать, какие. Такая интересная реклама идет. Сидя на диване, зарабатывая себе сколько хочешь, жми, главное нажать на кнопку, и тут же появятся миллионы. Другие мечтают, может, лотерею выиграть, может быть, дождаться, пока сдохнет богатый родственник. И можно будет завладеть его деньгами. Хотя, какое богатство судятся в основном бедные люди за наследство, которого вообще и нет на самом деле. Да, нищета. На Западе сегодня, я читал в Евроньюсе, пришло время, когда в Европе очень много богатых людей становятся априори в связи с тем, что они живут в свободных странах. И их прабабушки, прадедушки уже заработали огромные состояния. И каждый новый человек, появляющийся в том или ином роду, он оставляет не только свое имя, но и все, что он сделал материально. Так что там можно и не работать, у нас надо. И я предлагаю вам начать прославлять свой род, пусть он начнется с вас, и потом в поколениях будут вспоминать о том, что вот была такая женщина, или был такой мужчина, который начал вот это дело, а мы его продолжаем. Да, вот эти рекламы на сайтах, жми на кнопку, стоят тем, кто их распространяет, триллионы долларов по всему миру, триллионы. Но никто же из них, из жуликов, не выкидывает триллионы дара. Конечно же, они зарабатывают затем, после этого, когда выловят как можно больше, ну в основном это бедные люди делают, тех, кто не хотят работать, да, которые любят посидеть на диване с пивом, прожженным от сигарет, вот, диване, и нажимать на занятые деньги, или на последние копейки, и оставаться в таком положении постоянно. Я не о них. Я говорю о тех людях, которые хотят добиться в жизни самостоятельно многого. Не всем дано, не каждому, далеко не каждому. Я много размышляю о Боге, о Его возможностях, да, идей полно, реализовать их очень трудно. У Бога много идей, да, и меня часто спрашивают, на каком бизнесе лучше зарабатывать, на нефти, или на золоте, или на газе, нет. Лучше всего зарабатывать на своих собственных возможностях, на честности. Честности и принципиальности во всем. И всему этому я хочу научить тех, кто захочет у меня учиться. Почему у меня? Да, потому что всем, чем я занимался в жизни за свои годы, все это было всегда успешным. Я много рассказывал о своем пути, что я до 40 лет не видел даже доллара. Конечно, учился я на своих ошибках, никто меня не учил. Некоторые мои компании не были достаточно успешными. Например, у меня не получался никак ресторан, не получилось. Другие же мои проекты выстроили. В том числе и огромный банк, в котором работало 12,5 тысяч человек. Были и заводы, и электростанция даже была, и много чего-всего. Банк был настолько успешным, что стал одним из лучших на Украине. И я продал его, одной из самых известных европейских компаний, за 750 миллионов долларов. Поэтому отвлекитесь сегодня от рекламы, которую делали мне бандиты от Януковича, а до этого до Фирташа и Ахметова с Колесником. В общем, все, у кого были телекомпании, для того, чтобы не показывать проблемы страны и президентов-негодяев, они показывали в основном таких, как я. Да, наивных. Людей, я вот не понимал, почему ко мне столько много приходит журналистов на пресс-конференции. И главное, что они не задавали вопросов, они в основном щелкали, щелкали, щелкали фотоаппаратами. Они ловили моменты. Разные слова и мои движения. Однажды я прикоснулся к носу, и мне тут же позвонили мои друзья и сказали, «Ты заболел? У тебя насморк?» Нет, у меня не было насморка. Это просто поймали момент. Или, ну, бывают же разные выражения. Я же за собой в этот момент не следил. Я думал, что они пришли меня слушать. Они пришли по заданиям за большие деньги делать обо мне грязные репортажи. Особенно проставился в этом канал Камомойского «Один плюс один». Сейчас сидит дубинский негодяй, у которого была особая программа, которую слушала вся Украина. Ну, вот он любил рассказывать о том, как я ограбил свою уборщицу и украл ее у нее больше, не меньше, чем 300 миллионов долларов. А потом и убил ее мужа. И кто-то мне из дураков, прости господи, написал, «А зачем ты его убил?» Он не спрашивал, откуда уборщица 300 миллионов. Он спросил, зачем убил? Я написал ему в ответ прямо под своим выступлением, «Кушать хотел». Он говорит, «А что ты с ним сделал?» Я говорю, «Съел». «А зачем ты его съел?» Я говорю, «Я голодный был». Вот такой диалог был. Да, и столько гадостей, сколько бы мне рассказали, не рассказали ни об одном политике Украины. Забыли. Но если бы я был дураком, если бы я был действительно алкоголиком или кем-то наркоманом, или кем-то еще, ну, много чего всякого было. Кстати, я Дубинскому тогда написал письмо, он был молодой человек, я написал, «Молодой человек, у вас совсем нет совести, и вы плохо кончите». Да, но он успел заработать много десятков миллионов долларов и даже пытался участвовать в противодействии Байдену стать президентом. За что против него ФБР возбудило дело. Ну, а сейчас он пытается укрыться в тюрьме в Украине, чтобы его не выдали в Америку. Плохо кончат все негодяи, все люди, которые не имеют совести, не имеют принципов. Теперь о чем самом главном я хочу сказать. У меня в Украине пока нет проектов, кроме одного. Это фонд «Социальное партнерство», который я хочу, мечтаю, и я знаю, что я сделаю это, возобновить в работе. В свое время это был самый выдающийся фонд в стране. Больше, чем другие фонды, он пользовался доверием у населения. Я занимался беспризорными людьми. Ни один телеканал, ни одна газета не показала эту мою часть жизни. А я встречался с беспризорными, я видел там и бывших министров, пути Господня неисповедимы. Встретил там и своего бывшего начальника следственного управления. Я рассказывал об этом много и не хочу повторяться. Но я потратил тогда на это свои 39 миллионов долларов, при том, что я никогда не работал ни с одним правительством. Это были честно заработанные деньги, с которых я заплатил налоги, а потом занимался этими несчастными людьми. Но это отдельная история, и я не хочу ее начинать. Я хочу сказать, рассказывать о ней, потому что это займет у вас и время, и отвлечет от главного. Сейчас я хочу возобновить этот фонд, и мне нужны менеджеры. Менеджеры. Не те люди, которые любят других людей и хотят им помочь. Помогать другим людям завещал нам Господь. И это не достоинство человека, если он добрый. Потому что в нас живут заповеди Господни, хотим мы этого или нет. Мы все должны быть добрыми. Дураками не должны быть. Нельзя давать нищим деньги на улице, потому что тут же мафия займет все места. И когда это произойдет в любой постсоветской стране, где есть проблемы. Когда я занимался беспризорными, то мафия рассаживала их в разных местах, где много людей. Метро. Очень привлекательных для такого рода бизнеса в переулках, закоулках. Был даже случай, и не один, когда пьяного несчастного бомжа напаивали водкой, клали под поезд. Ему отрезало ноги. А потом его везли ко мне в фонд, потому что в больнице таких людей не принимали. А я как депутат звонил и, конечно, заботился об этом человеке. Делали ему протезы. Потом мафия покупала ему коляску, вывозила его в какое-то место. И он бухал дальше и жил так же, как жил. Да. Так вот, главное, что мне нужно, людей простых и добрых мы наберем. И сотню, и тысячу, и две тысячи. А менеджеры – их единица. Большинство людей уехало, к сожалению, в самых активных заграницах. А менеджеры нужны. Без них мы фонд хороший не построим. И, к сожалению, наше место займут. Появится много жуликов, их уже появляется много, которые будут присваивать деньги людей, у которых открыто сердце для Бога. А что Бог говорит по этому поводу? Он говорит так. Если ты протянул руку незнакомому тебе человеку и помог ему, и он тебе потом не поцеловал ногу, руку, не сказал, какой ты великий и хороший, ты протянул руку прямо мне, прямо мне, друзья. Представляете, что это за радость? Бог дальше уже знает, что сделать с таким человеком. У него уже в жизни будет намного-намного меньше проблем. Сейчас очень много коучей. Чему только не учат неудачники, которые сами не построили никакого бизнеса, ничего из себя не представляют, но у них много разных фантазий, и они рассказывают, рассказывают и учат. Научиться этому невозможно. Нужен талант. И вот эти таланты я ищу. И для этого составил ряд тестов, которые позволят человеку себя проявить, как менеджера. И, конечно, они будут много зарабатывать. У меня для этого есть достаточно денег. И я сделал очень многих людей миллионерами. В свое время я набрал лучших из лучших, со всех уголков Украины. И из Львова, и из Закарпатия, и из Донецка, и из Крыма, и Хайкова, и Одессы. 12 с половиной тысяч человек. Но их не стало. Банк купила крупнейшая в Европе финансовая компания «Энтеза Сан-Паула», у которой полно банков от Китая до Индонезии и во всех странах Европы. И они забрали их. Они составили со мной контракт. Они оценили менеджмент банка и заставили подписать нас контракт о том, чтобы я не имел права на протяжении многих лет никого забирать, ни в какие бизнесы. Все. Я утерял этих людей. Теперь они уже и в Европе, и в Азии, где их только не встретить. Они меня давно уже забыли. Да и я их почти не помню. Может, только несколько человек. Я помню всех, кто мне помогал. Но мало людей, кто помнит добро. Это такое дело. А может, они считали, что это не добро, а что я на них больше заработал и что я их эксплуатировал. Ну, если у них по 10, 20, 30, по 100 миллионов долларов уже где-то есть, то это, конечно, заслуга банка. Моя заслуга. Я их научил. Поэтому я предлагаю не просто учиться. Работая у меня, находясь со мной в постоянной переписке, в постоянном контакте, учиться, как правильно зарабатывать деньги. И сразу же их и зарабатывать. А уж куда они будут их тратить? На благотворительность или на что-то другое? Меня это не интересует. В Грузии я поставил цель для себя. Потому что мне уже 73 год. Мне же скоро перед Творцом придется предстать. И надо ему что-то сказать. А что сказать? Если ты ничего хорошего не сделал. Если ты только заработал деньги и потратил их, это для Бога... Для Бога это ничто. Он это не ценит. А вот если ты открыл сердце другому человеку, убедил его, что есть Творец, есть Тот, кто любит тебя, кто заботится о тебе, ты только поверь. И бойся совершать грешные поступки. И, конечно, на него уповай. И об этом я буду говорить отдельно. Для меня сейчас главная тема, конечно, это упование на Бога. И вы знаете, я стал просто счастливым человеком. Сравните мои выступления раньше, и сегодня я успокоился. Наконец, я успокоился. От всех преследований, от всего, что со мной было, от всех ужасов, что мне пришлось пережить, я все-таки нашел в себе силы, подал заявление и ушел с поста мэра. До этого на Украине никто самостоятельно с таких огромных по возможностям должностей просто так не выходил. Я отвлекаюсь. Итак, мне нужны менеджеры. Как заполнить заявку, как выполнить тесты, все вы прощете под моим выступлением. Чтобы вы понимали, чем я занимаюсь и чего мне удалось достичь в Грузии, посмотрите сайт благотворительный фонд Черновецкого в Грузии. Мы делаем операции, я так горжусь этим, Господи. Мы делаем людей счастливыми. У меня был один парень, которому отрезали две руки. Он залез, пацан, на стол с электричеством, ну и загорелся. Его еле спасли. Когда мы сделали о нем материал, многие люди захотели ему помочь. В результате его приняли в сборную. Да, он стал заниматься тэквондо и уже чемпион мира, и уже богатый парень. И уже его, конечно, даже и без рук полюбят девочки. Но сегодня мы собираем ему деньги на протезы. Потому что искусственный интеллект делает невероятные вещи. Так что учиться у того, кто знает, чему учить, и сам прошел все трудности, сделал миллионы ошибок, а из них, из этих ошибок, составил реальный план победы. над ними это большое дело. Не упускайте своего шанса. Где бы вы ни находились, даже если за рубежом. Очень много работы для и удаленных мест, но лучше, конечно, приехать будет в Украину. Мы должны составить конкуренцию и убрать с дороги всех, кто хочет заработать себе, украсть деньги. Потому что фонды откроют люди, которые будут убеждать, что они честные и добрые, и показывать себя, как они молятся, ну, в общем, приближаться к Богу не душой и сердцем, а рекламным способом, чтобы убедить вас пожертвовать на какую-то программу, а на самом деле украсть себе. В Грузии даже был такой случай, что всемирно известный певец открыл тоже фон, но он певец. Господь дал ему дар петь. Он где-то поет сейчас в Санкт-Петербурге, а фонд его был самый известный в Грузии. Он купил себе машины дорогие и жене, и себе, и, конечно, потерял имя. Но это просто говорит о том, что заниматься благотворительностью серьезно, так, чтобы все в этом участвовали, все чувствовали свою причастность к Божьему делу, можно только научившись менеджменту. У человека, который сам от рождения менеджера. Ну, вот такие дела. Зарплаты, которые я предлагаю для главных менеджеров от 7 до 10 тысяч долларов и для менеджера среднего звена 5 тысяч долларов. Но кроме того, если он не будет иметь еще кроме этих денег бонусы, превышающие его зарплату, после двух года работы, ему придется уволиться. Потому что если ты не хочешь денег, ты не менеджер. Вот такие дела. Так что не говорю бегом, подумайте о том, что я сказал, напишите. Вот. И начнем общаться на эту важную для Украины тему. Создание серьезного благотворительного фонда. сколько нужно сделать операций, сколько протезов поставить, сколько стариков, у которых убили детей, обогреть своим теплом, сколько детей взять под свою опеку, не отдавая их буржуям. Там столько случаев, когда детей насилуют. Господи, и кто берет? Они должны остаться в Украине. Они украинцы. Им здесь жить. А как жить, если мы с вами об этом не позаботимся? В фонде, который называется социальное партнерство. Вы можете найти его в Украине и посмотреть, какие огромные проекты мы осуществляли. Мы в день кормили 2000 человек. Всегда. Я построил для них самые лучшие условия для беспризорных людей. От туалетов, душевых, до даже в выбивалке и стирали вещи, мы стригли. Там у меня побывали многие министры. Я сам там ел, по субботам приходил, пробовал еду. Сам общался с этими людьми в субботу всегда. 40 минут, час спрашивал у каждого, какие проблемы, все ли работает, вкусная ли еда, нужно ли менять меню, чего не хватает. Сначала все молчали, а потом стали говорить. И я с ними подружился. У них свой мир, это отдельная тема, бомжами я заниматься сейчас, когда идет война, не буду. Мы будем помогать тем героям, кто сражался, тем, кто погиб, их семьям. Такие дела. Ну вот, и под конец я прошу всех вас позвонить своим родителям сегодня, где бы вы ни находились на фронте или на работе, и поговорить вечерком с ними, они ждут услышать ваш голос, они хотят знать, как у вас дела. Если вы упустите момент общения, вы будете жалеть об этом, как я жалею о том, что не поговорил по-человечески со своим героем отцом, который, к сожалению, рано умер. А я был дурак, молодой, совсем пацан, и не понимал важности этого общения. Но об этом мы поговорим отдельно. Редактор субтитров